Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Сегодня прошло пятое заседание шестой сессии Законодательного собрания Красноярского края. В ней обсуждались очень много вопросов, около 80, и, естественно, они все касаются жизни нашего большого Красноярского края. И вот сегодня мой гость, депутат ЗАГС Собрания Николай Глашков. Николай Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Мы ожидали, что это будет достаточно бурное заседание. Ну, во-первых, потому что ожидали, что будут обсуждения закона о местном самоуправлении, который подписал уже президент. Ожидалось, что будут достаточно такие приличные дебаты по поводу антитабачного закона, вторая часть которого вступает с 1 июня. Также ожидалось, что хоть какие-то мы услышим первые наметки о том, когда будут проходить выборы губернатора Красноярского края. Вообще какое-то обсуждение по этому поводу хоть какие-то. И ничего этого практически мы не услышали. То есть все прошло очень мирно, спокойно. И вот, по крайней мере, эти вопросы были очень быстро обсуждены. Почему? Ну, почему у нас сегодня была полная по повестке, хорошая по содержанию, с эмоциями, сессия. Мы обсуждали все вопросы, о которых вы сказали. Но они не совсем прямые. Очень быстро. Да, ну как мы можем обсуждать закон, который подписан 27 мая, который касается очень серьезных изменений на территории не только Красноярского края, но и всех наших муниципальных образований, как в целом по всей России. Поэтому сегодня, по закону, о котором мы сказали вначале, придет решение создать рабочую группу из числа депутатов, правительства, представителей органов местного самоуправления. И к первому сентября уже подготовить те предложения, потому что очень много закону, подписанным президентом, дано полномочий субъектам. Мы должны сами определить модели, мы должны сами определить, какие полномочия перераспределяются, и сделать это на уровне нашего законодательства. Но в то же время определить, каким образом будут проходить выборы главы муниципальных образований. Да, было бы глупо на первой сессии сегодня начинать вокруг этого устраивать дебаты, споры. Мы договорились о том, что все абсолютно политические силы будут принимать участие в подготовке. Мы будем слушать все уровни муниципальной власти. Мы должны знать мнение всех общественных организаций. Только потом будем действительно принимать те законы, которые нужно будет принять. Принимать их придется 50. Поэтому ожидаемые вами эмоции впереди. Дебаты тоже будут впереди. То есть мы еще свою порцию ваших эмоций получим. Не сомневаюсь. Что касается выборов губернатора Красноярского края, сегодня, насколько я понимаю, тоже вы по этому поводу не обсуждали. Хотя уже, насколько я знаю, законодательное собрание должно определиться. У нас есть сроки. Думаю, что в интервале до 15 числа, как по закону и положено, решения о сроках проведения выборов будут приняты. 10 числа наша плановая сессия. Надеюсь, что именно 10 числа этот вопрос будет поставлен, будет рассмотрен и будет принято то необходимое формальное решение. Мы сегодня ставили несколько вопросов, но они были технические. Сегодня касались вопроса, ну допустим, о возможности досрочного голосования. Так сказать, досрочное голосование вернулось. Это корректировка, да, это вернулось. Определен порядок и несколько других правок. Как сейчас будет досрочное голосование? Ну, практически по тем же самым схемам, как и были. Определены места, определены сроки досрочного голосования, максимум за 10 дней. И те условия, которые дают право человеку досрочно высказать свое мнение. Мы это сегодня приняли в рамках Красноярского закона. Еще один закон, который касается непосредственно вашего комитета здравоохранения и социальной политики, это антитабачный закон. С первого числа вступает в силу его вторая часть. Первая часть вступила огромный год назад, 1 июня 2013 года. Сейчас вторая часть запретов. И здесь, я так понимаю, тоже все прошло очень быстро и технически. Хотя казалось, что здесь могут быть обсуждения. Будем считать, что мы тоже ваши надежды не оправдали, но мы сегодня носили изменения не в антитабачный закон. Потому что все изменения были внесены раньше. Это понятно. Да, здесь должно было, по крайней мере, насколько я понимаю, состояться обсуждение тех же штрафных санкций и как этот закон должен выполняться. Да, но сегодняшнее изменение в закон об административных правонарушениях, так он звучит, напрямую касается, конечно, антитабачного законодательства. Потому что два месяца назад депутаты на сессии приняли наши поправки. Они касаются мест, в которых запрещено курить. Это при проведении уличных мероприятий, культурно-массовых, спортивных и скверых партий. Мы долго спорили, решение это принято. И сегодня для того, чтобы можно было администрировать этот закон, нужны санкции. Эти санкции определены изменениями, которые сегодня были приняты в первом чтении. Я должен наговориться, потому что впереди еще обсуждение с общественностью, обсуждение с юристами, устранение кое-каких поправок. Мы считаем, что от 500 до 1500 рублей будет сумма штрафа, в случае, если нарушения будут происходить именно в тех вещах, о которых мы сегодня говорили. То есть вот если сейчас на карнавале на Красноярском, который будет у нас в июне, кто-то начнет курить, то к нему уже, возможно, будут применены... Если к этому моменту пройдет второе чтение, если закон вступит официально в силу, то, соответственно, эти меры воздействия будут иметь полное право. И на наш взгляд обоснованно. Но если, допустим, закон не пройдет к этому периоду второе чтение, ведь все равно с первого числа у нас поправки каким-то образом должны... То есть вторая чтение должна как бы заработать уже. Дело в том, что есть полномочия, которые есть у субъекта федерации. И места по определению мест плюсом к тем, которые определены федеральным законодательством, мы как раз определили. Но при этом нет той части, которая называется санкция. Поэтому если не будет принято поправки, санкции предъявить к нарушителям невозможно. То есть пока не будут применены санкции, это все-таки закон либо добровольно будет соблюдаться людьми, да? Ну почему? У нас закон прямого действия федеральный. В нашем законе в Крым тоже есть санкции по другим местам. А сегодня очень бурно было обсуждение. Это были эмоции все-таки, когда говорили о северных территориях Краснодарского края, в частности о малочисленных народах севера. Почему здесь было вызвано такое? Чем было бурно обсуждение? Мне кажется, мы и ждали такого обсуждения. Уполномоченный по делам малочисленных и коренных народов севера, Семен Яковлевич Пальчин, имеет собственную логику. Она у него заключается в следующем. Все хорошее есть кому показать, есть кому рассказывать, а он должен поднимать те негативные моменты, которые на сегодняшний день еще и существуют. Конечно, это вызвало дискуссии, это вызвало дебаты. Мы много обсуждали, пытались перейти в плоскость, опять-таки, оценки и деятельности всех структур, кто этим занимается, попытаться разобраться. В итоге, после бурного эмоционального обсуждения договорились о том, что возвращаться через год к тому, что сегодня мы услышали, ни к чему. Необходимо в самое ближайшее время договориться о совместных действиях. И понимаем, что есть Министерство по делам севера, которое специально для этого создавалось. Есть профильный комитет, есть ассоциация коренных и малочисленных народов. Были предложения от публичных слушаний, было предложение УСА Александра Викторовича на съезде, который будет депутатский, северную тему отдельно обсудить. Мы считаем, что надо садиться и действительно договориться о реальных действиях. Есть вещи, которые точно надо менять. Не надо за паспортом летать 16-летнему ребенку в центре муниципального района для того, чтобы его получить. Есть другие, более-таки, я бы сказал, неприятные моменты. Их надо устранять. В то же время, там есть очень много положительного. Восстановили строительство жилья, получают мир и социальные поддержки, развиваются те виды трудовой промыслов, оленеводства, плохо или хорошо, что-то есть. Это все надо развивать. Поэтому тема неисчерпаемая. Отдельно отношения с недропользователями, отдельно отношения среди общин, среди слоев населения. Но это все рабочие моменты. Я знаю, что Красноярский край выделил на развитие северных территорий денег больше, чем все остальные регионы вместе взятые. Притом даже в два раза больше, чем все остальные регионы вместе взятые. Так вопрос не ставится. Действительно, бюджетная обеспеченность северных территорий у нас не уменьшилась. Она сохраняется. Речь немножко о другом. У меняется государственная федеральная структура. Некоторые виды услуг перестали они оказывать. Сокращаются какие-то службы. Это бьет, конечно, отрицательно по каким-то моментам. Мы сегодня не затрагивали тему. Я ее в своем выступлении поднял. Есть же еще проблемы языка. Есть же проблемы сохранения истории и культуры. Есть проблемы те, которые более глубокие. Их надо сохранять, потому что этносы, народности северные должны продолжать те традиции, которые были. Кадры надо готовить. Образование надо давать и на местах. Надо давать возможность получать высшее образование здесь. Нам надо глубже в эту проблему заходить. И сегодня в итоге так и подвели итоги. Пальчину Семену Яковлевичу, кроме слов благодарности за сохранение его позиции, с точки зрения того, надо обозначить проблему. А потом они кем-то будут решаться. Это его полномочия, это его обязанности. Николай Сергеевич, сегодня еще был очень большой вопрос. Это реформа среднего профессионального образования. Были уже преобразованы техникум ПТУ в большие такие среднеспециальные учебные профессиональные заведения. Была проведена очень большая организационная работа. Эту программу сначала утвердили на уровне концепции год назад. Для принятия решений привлекали все заинтересованные лица. На последнем этапе привлекли депутатов-одномандатников, которые очень хорошо знают территории. Мы считали, те, кто тему очень хорошо знал, не наш комитет был профильный, это комитет по образованию Магомедова Людмила Васильевна провела большую работу, что пройдет все спокойно. Но эмоции были. Эмоции были с точки зрения несогласия как с самим законом в образовании, что является основой именно этот же закон требует с 2016 года образование начальное ликвидировать как систему подготовки и все перевести в колледжи и в техникумы. И реорганизация в том числе начальная, средняя, профессиональная. Для этого и все проводится. Мы провели реорганизацию всей сети. Не мы. Это надо быть объективным. Это делалось по линии Министерства образования, это делалось с участием муниципальных образований, потому что более ста учреждений на территории края этой системы. Они сохранили все свои коллективы, они сохранили количество учащихся. Единственное, что приведено все в соответствии под те цели и задачи, которые существуют. Это отраслевая принадлежность. Но если в Назарово, как сегодня выступали наши сельчане, не осталось строительного комплекса, там ничего не строится, зачем там техникум строительный, зато сельское хозяйство там развивается. Поэтому они поддерживают создание аграрного техникума. Поэтому все приведено в соответствии с учетом специфики территории. Где-то лесной комплекс, где-то строительный комплекс, где-то, как я уже сказал, сельскохозяйственное назначение, где-то будет горный техникум, колледжи техникумы, объединяются с училищами, и на базе их состаются те организации, которые будут готовить качественных специалистов, будут готовить по новым программам, будут готовить их для отраслей экономики Красноярского края. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам в студию и все подробно нам рассказали. До новых встреч. Сегодня моим гостем был Николай Глушков, депутат Скотальского Собрания Красноярского края. Всего доброго.